Здравствуйте! Время новостей на телеканале Саратов 24. Меня зовут Анна Заболуева. Я и мои коллеги готовы рассказать вам о главных событиях к этому часу. Принимают бюджет. В областной думе депутаты обсуждали денежные вопросы на следующий год. Свежая подборка с нарушениями на дороге. Как обычно по средам в эфире рубрика Автохам. Три больших экспозиции в Радичевском музее, 70 работ, которые еще никогда не привозили в Саратов. На открытии выставки великого Марка шагала побывал Никита Исанов. Что приготовила нам небесная канцелярия в четверг 26 ноября на святого Иоанна Златоуста? Через несколько минут расскажу вам я, Александр Новохадский. Не переключайтесь. Обсудили. В областной думе прошло очередное заседание. В повестке дня было четыре десятка вопросов. Один из важнейших – принятие бюджета. Регион заработал больше 100 миллиардов рублей, а вот потратят на 10 миллиардов больше. Это те деньги, которые не удалось получить с предприятий, рассказали чиновники. Из-за пандемии сборы по налогам сократились. Тем не менее, удалось заложить все социальные выплаты и зарплаты бюджетников. Не забыли и о горячем питании для школьников, ремонте систем водоснабжения в районах и поддержке бизнесменов. Самое важное, что в этом бюджете – это заложены социальные обязательства, выполнение социальных обязательств. Процентное соотношение – это сепаратка 70%. То есть люди, бюджетники, врачи, все получат все, что необходимо государству. Это, наверное, основная часть. Принимали народные избранники и новый закон об отмене партийных списков на муниципальных выборах. Депутаты предложили поправки отменить смешанную систему в пользу мажоритарной. Это когда выдвигаются кандидаты, а избиратель решает, нравится он ему или нет. Без какой-либо партийной принадлежности. Такая система уже давно работает во многих российских городах, теперь и в Саратове. Депутаты проголосовали за эти поправки. Сегодня они хотят видеть депутата как своего представителя, как человека, который выражает их интересы и который реализует проекты, в значительной степени инициированные ими. Это очень важно сегодня. Поэтому именно для этого мы внесли законодательную инициативу с тем, чтобы не, скажем так, лейбл партии работал, а непосредственно человек. Потому что на местах люди говорят о том, что нам важно, чтобы депутат работал, а не его партийная принадлежность. Прошлись по барам. Саратовские полицейские провели рейд по местам незаконной продажи алкоголя. О многих адресах стало известно после жалоб от недовольных жителей. Дело в том, что так называемые забегаловки работают даже в ночное время. А их посетители часто собираются большими компаниями, шумят и устраивают дебоши. Причем картина одинаковая как в отдаленных районах, так и в самом центре города. Здесь было скорая, драки, полиция, мат, антисанитария, круглосуточно. Латки все поубрали, потому что нельзя вообще выйти было во двор. Вот так мы жили больше года. И поэтому сейчас мы не хотим вообще возвращения этого суда. Вот уберется рюмка, проблем не будет никаких. Пока вот тишина только за счет того, что полиция наша, наш отдел полиции без конца контролирует эту рюмку. Без конца участковый, мне кажется, он ночевать уже здесь скоро будет. Правоохранители наведались с проверкой во многие проблемные заведения. Пришлось оставить больше десятка административных протоколов и одно официальное предостережение. Владельцы обязаны устранить все нарушения. В первую очередь следить за поведением гостей и продавать алкоголь только в разрешенное по закону время. Если ситуация не изменится, заведениям придется прекратить свою работу. С начала лета в Саратове уже закрылись больше 10 ночных баров. Работать станет проще. В поликлинике номер 2 заканчивается настройка компьютерного томографа. Раньше такую технику устанавливали только в больничных стационарах. А благодаря национальному проекту здравоохранения теперь пройти КТ можно и в обычной поликлинике. Никита Исанов о том, что в медучреждении уже сделано и когда томограф введут в эксплуатацию. Монтажные работы почти завершены. Осталось правильно настроить оборудование. Над этим трудятся инженеры. Сейчас как раз подключают мониторы и еще раз проверяют сам аппарат. В поликлинике номер 2 скоро введут в работу новый компьютерный томограф. Будут проведены различные замеры, в которые входят замеры газовозможной среды, радиологический контроль. А впоследствии проведем санэпидэкспертизу по этим документам. И нам Роспотребнадзор выдаст санэпидзаключение на работу с источником и организирующим излучением компьютерным томографом. Раньше работать было тяжелее, говорят медики. Приходилось отправлять пациентов на КТ в другие клиники. Часто платно, на что уходило много времени и денег. Теперь станет проще. Благодаря национальному проекту здравоохранения, недоступный для поликлиники аппарат стал реальностью. Не нужно заключать договор, не нужно направлять пациента. Мы можем все сделать это в рамках одного лечебного учреждения. И уже при необходимости направить пациента на следующий этап обследования и лечения на специализированную медицинскую помощь. Накануне в поликлинике на Московской побывал Валерий Радаев. Губернатору показали отремонтированное помещение. Медики добавили, что специалист уже прошел переобучение и готов работать на новом томографе. Чтобы специалист, врач говорил, есть необходимость в этом. Как вы говорите, первые несколько дней это можно и там не увидеть. А у нас вот сумбур такой получился, поэтому специалисты должны рассказывать, что рентген это тоже дает заключение. КТ там при необходимости тоже теперь у вас здесь будет. Ввести в эксплуатацию компьютерный томограф медики планируют 16 декабря. Работать будут в две смены. Аппарат сможет обслуживать около 12 человек в день. Никита Исанов, Олег Буланов, Саратов, 24. В России собираются упростить экзамен на права. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел. Число грубых ошибок сократят, а вот за использование телефона может прилететь отметка «не сдал». Сейчас многие инспекторы не обращают на это внимания. Непристегнутый ремень тоже теперь будет считаться грубым нарушением. Впрочем, лихачат водители и после сдачи экзамена. Их снимают даже очевидцы и отправляют патрульным. Роман Базан изучил очередные ролики. Далее рубрика «Автохам». За минувшую неделю в нашем архиве накопилось много материалов с нарушениями. На дорогах сегодня покажем самые вопиющие. Первое видео телезритель снял на улице Политехническая. Водитель, 11-й, видимо, передумал ехать прямо. Из чужой полосы универсал свернул на Клочкова. Очевидец Александр просит наказать лихача. Наш помощник Виталий поделился роликом, который заснял буквально на днях. Перекресток в районе Схи, Джили, решил проехаться по трамвайным путям. Правда, по встречной полосе повернул также не по правилам. Микрорайон «Солнечный-2». Водитель этого хэтчбека у аллеи героев поступил совсем не по-геройски. Автохам поехал, что называется, против шерсти. А ведь на знаки надо смотреть, говорит очевидец. Марина сняла сразу нескольких нарушителей в Саратове. В сторону заводского района ее автомобиль подрезал Киа. Водитель с рекламой на стекле перетяжки руля совершил опасный маневр. Уже в другую сторону правила нарушил Volkswagen Touareg. Лихач пересек двойную сплошную, чтобы сэкономить время. Автоледи Марина все сняла на видеорегистратор. Ролики с нарушениями мы уже передали автоинспекторам вместе с теми, что не попали в эфир. Так что спасибо всем телезрителям. Если вы стали свидетелями хамства на дорогах Саратовой области, присылайте видео на электронный адрес редакции. Он на ваших экранах. Давайте бороться с автохамами вместе. Если бы хотели, сделали. Завершилась образовательная программа для желающих начать свой бизнес и реализовать новый проект. Обучали будущих предпринимателей специалисты Центра мой бизнес в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Евгения Дудрева, начальник регионального центра инженеринга, подробно расскажет нам о проектах. Скажите, чему научились будущие бизнесмены? В рамках программы «Азбука предпринимателя» потенциальные предприниматели узнали о существующих налоговых режимах, о том, как зарегистрировать свой бизнес, о том, какие программы господдержки реализуются в регионе. И в итоге на выходе мы получили готовый бизнес-план для реализации своей бизнес-идеи. Как был построен график обучения и как шли лекции и практические занятия? Занятия у нас проходили в онлайн-режиме. То есть я ребятам начитывала лекции, они выполняли домашние задания. И в случае возникновения вопросов они приходили на индивидуальные консультации. Насколько вас требованы подобные программы в нашем регионе? Много ли людей, которые сейчас открывают свой бизнес и хотят учиться? Да, программы очень востребованы. Помимо «Азбуки предпринимателя» у нас в постоянном режиме проходят другие тренинги, в том числе и корпорации МСП, и деловой среды. И, кстати, помимо «Азбуки предпринимателя», потенциальные действующие предприниматели могут пройти дополнительные модули, например, бизнес по франшизе, финансовая консультационная поддержка, генерация бизнес-идеи. И также есть еще дополнительная обучающая программа уже для действующих предпринимателей, а школы предпринимательства. Как часто те, кто принимают участие в таких образовательных программах, потом открывают свое дело и удачно развиваются? К нам на обучающие программы приходят абсолютно разные люди. Это как потенциальные предприниматели, так и уже те, кто открыл свое дело. Соответственно, в рамках обучающих программ потенциальные предприниматели получают тот объем информации, который им в последующем поможет открыть свое дело и грамотно реализовывать свою бизнес-идею. А действующие предприниматели приходят в том случае, если у них, например, с определенным запросом, либо у них какая-то проблема возникает, и в рамках тренингов они получают запросы, ответы на свои вопросы. Это помогает им отлично развиваться. Для чего нужны подобные проекты для начинающих предпринимателей? Начинающим предпринимателям подобные проекты будут полезны тем, что это позволит им структурировать уже имеющиеся знания, либо получить новые, и в дальнейшем реализовать успешно свой проект. Спасибо. С начальником регионального центра инженеринга Евгении Дударевой мы говорили о реализации обучающих программ в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Далее прогноз погоды от Александра Новохадского, а затем мы вернемся в студию и продолжим знакомить вас с новостями. А я его уже 7 лет получаю в кооперативе «Гарант Кредит». Просто, выгодно, надежно. Заботимся о будущем вместе. Ваш «Гарант Кредит». Телефон 906-444. Генеральный спонсор прогноза погоды – сельскохозяйственный потребительский и обслуживающий кооператив «Гарант Кредит». Удобные и выгодные кооперативные программы по сбережениям. Здравствуйте. В четверг, 26 ноября, на святого Иоанна Златоуста, в Марксе, Балашове, Хвалынске, Алгае, Перелюбе, Балакове, Облачное, в отдельных районах возможен небольшой снег и туман. Ветер северо-западный порывистый. Днем до нуля, а ночью до минус 8. Кстати, осенью не забывайте следить за иммунитетом. Проверьте уровень витамина D в «Инвитро». Скучайте по солнцу? Акция в «Инвитро». Только до 29 ноября проверь уровень витамина D за 1250 рублей во всех медицинских офисах «Инвитро» Саратовской области. Подробная информация об организаторах акции и условиях на сайте «Инвитро.ру». Телефон 8 800 200 ровно 36 30. В Саратове и Ингрессе пасмурно, туманно и преимущественно без осадков. Температура днем до нуля, а ночью до 4 градусов ниже нуля. Атмосферное давление около 760 миллиметров в ртутную столба. По приметам, любые осадки в этот день предвещают богатый урожай в следующем году. А спонсор прогноза погоды компании «Сарпрайт» – широкий ассортимент труб и комплектующих в наличии под заказ. Действует гибкая система скидок. Всем добра, здоровья и удачи. Увидимся! Мы развиваемся и растем. Теперь в «Сарпрайт» еще больше товаров в наличии. Для удобства наших клиентов мы увеличили количество позиций на складе и пополняем его ежедневно. «Сарпрайт» – уже узнаваемый бренд. Мы лояльны к нашим клиентам, всегда четко выполняем условия и соблюдаем сроки. Именно поэтому нас выбирают и нам доверяют. Продолжаем знакомить вас с новостями. В России впервые умерли 507 пациентов с коронавируса. Этот показатель за последние сутки стал рекордом с начала пандемии. По данным сайта Лента.ру, предыдущий антирекорд был поставлен во вторник, 24 ноября. Тогда от COVID-19 умер 491 пациент. За весь период в России от коронавируса скончались 37,5 тысяч человек. Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила вероятность введения в Россию новых жестких мер из-за коронавируса. О других событиях глазами федеральных журналистов в нашей рубрике «Новости страны». Прокуратура Приморья возбудила более 150 административных дел после ледяного шторма. По данным Ньюсру, специалисты вынесли десятки представлений главам муниципалитетов по итогам проверок ситуации в медицинских и соцучреждениях. А также очистки дорог и ремонта коммуникаций. Сейчас проводятся аварийно-восстановительные работы. На сегодняшний день на территории края без электроснабжения остается порядка 77 тысяч человек. Без теплоснабжения остается полтысячи потребителей. Развернуто более 130 пунктов питания и обогрева, в которые уже обратилось около 20 тысяч человек. В Минобороны России приняты три многоцелевых истребителя Су-35С. Как пишут известия, два самолета поступят в Центр подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России в Липецке. Еще один останется в Комсомольске-на-Амуре. Данная поставка завершает пятилетний контракт, в рамках которого до конца этого года на боевое дежурство в строевые полки Воздушно-космических сил страны поставлено 50 самолетов Су-35С. Российский пианист Даниил Трифонов вошел в число номинантов на американскую музыкальную премию Грэмми в категории «Лучшее сольно-инструментальное произведение классической музыки». Об этом сообщает газета РУ. 63-я церемония вручения Грэмми пройдет 31 января. Премия вручается с 1959 года. Где его работы только не были, но в Саратове в первый раз. В Радищевском музее открылась выставка картин Марка Шагала. 70 произведений в графике и три этапа жизни великого художника. Редчайшие произведения, посмотреть на которые теперь может каждый. Никита Исанов побывал на открытии экспозиции и знает, чем будут удивлять поклонников Шагала. Так близко Шагала в Саратове еще не видели. 70 произведений всемирно известного мастера привезли в Радищевский музей из Санкт-Петербурга. Выставка называется «Три эпохи Марка Шагала». Горожанам обещают показать уникальные работы художника. Мы отправляемся вместе с художником в путешествие, в такой полет над бытием человечества. И начнем мы его с самого сотворения мира, с библейских мифологий. Три великих серии работ мастера, как короткий, но пронзительный рассказ о жизни и смерти. Здесь и история богатых русских помещиков, героев гоголевских мертвых душ. И рисунки художника к Библии, и трагичная серия Марка Шагала о земном, посвященной войне в Испании. Вся наша жизнь как на ладони. Шагал – это поистине необычный художник, который смог через всю свою жизнь пронести единый стиль. Такое свое единое видение. Он все время как будто бы немножечко между небом и землей. И при этом вам все время кажется, что это вот будто бы наша с вами реальность, но где-то немножко-немножко за грани. Вы как будто немножечко летите над ней вместе с мастером. Иллюстрация мертвых душ Гоголя – это своеобразный взгляд самого Шагала на жизнь в России 19 века. По этим картинкам можно буквально прочитать книгу заново. Ведь сам Шагал не отходит от сюжета автора. Но вот герои предстают в уродливо-комических образах. Так узнать на двух соседних картинках реально действующих персонажей может быть невероятно сложно. Сам Шагал говорил, что для него самое главное в жизни – это любовь. Вся жизнь строится на любви. Поэтому даже персонажи мертвых душ, к которым, в общем, как-то у нас привыкли относиться больше как к сатире, но для Шагала это все равно любовь. Три эпохи великого мастера – это то, чем он готов поделиться с нами, зрителями. Шагал прожил долгую жизнь – 98 лет, секреты которой можно узнать. Достаточно только взглянуть на полотна художника, говорят специалисты. Никита Исанов, Олег Буланов, Саратов, 24. Флешмоб под звездным небом. Саратовцы все чаще выкладывают в соцсетях фотографии своих автомобилей на фоне гирлянд на Аллее Рос. Это часть площади Кирова, где повесили иллюминацию звездное небо. Нарушители пригоняют машины по ночам, когда там никого нет. На это уже отреагировала глава города. Он попросил наказать автохама. Однако саратовцы не прекратили парковаться с нарушениями правил дорожного движения. За прошлую неделю порядка пяти человек поделились фото с пешеходной зоны. Один из последних – саратовец на иномарке Audi A6. В соцсетях фотографии вызвали бурное обсуждение. Часть горожан осуждают такое поведение. Другие говорят, что тоже не против заехать и сфотографироваться под звездным небом. А некоторые даже оправдывают нарушителей. В итоге в мэрии рассмотрели вопрос установки специального знака на площади Кирова пешеходная дорожка. Появится он примерно в середине декабря. Вы снимаете и мы показываем. В эфире рубрика «Мобильный репортер». Каждую неделю мы показываем кадры, которые на мобильные телефоны сняли вы. Прислать видео можно на нашу почту info.sobaka.saratov24.tv или выкладывайте в социальных сетях с хэштегом «Мобильный репортер Саратов». Что попало в объективы горожан на этой неделе, увидите прямо сейчас. То, что похоже на горы мусора, на самом деле личные вещи человека. Видео сделано в частном секторе на Чапаево. И по словам местных жителей, весь этот хлам несет домой со свалки их сосед. Он тут живет. Сейчас он нас испугался и убежал. Но он складирует мусор. Тут еще жильцы, которые ничего не могут сделать, а он складирует мусор. Сейчас тоже увидел нас и убежал с пакетиком. А это уже другой двор, но местным пейзажем люди тоже недовольны. Автор видео переживает за медработников, которым приходится выезжать на такие адреса. У нас врачи бывают, посещают больных в таких местах, где помимо маски еще надо бы какое-нибудь средство физической защиты. Это кадры из заводского района. Водители и пешеходы стали свидетелями сноса аварийного здания. Но испугались, что сами могли оказаться под обломками. На коньках по первому льду. Так подписал это видеоавтор и поделился тренировкой на замерзшем водоеме. А там, где вода не замерзла, можно еще и поплавать. Саратовским моржам холод нипочем. Особенно после интенсивной разминки. Занимайтесь спортом, закаляйте свой организм, будьте здоровы! О главном к этому часу все еще больше новостей на сайте информационного агентства «Саратов-24». Я же с вами прощаюсь. Всего доброго! Одежда ведущих представлена магазином «Оффстайл». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok